Вам слово для заключительного выступления. Уважаемые депутаты Государственной Думы, у меня нет каких-либо пространных заявлений. Я благодарю все фракции, всех депутатов за поддержку инициативы президента Российской Федерации. Сегодня звучало немало неоднозначных предложений, оценок, они не во всем совпадали, в том числе в отношении Украины. Хочу подтвердить со всей ответственностью, что линии Российской Федерации и в отношении Крыма, и в отношении нашей твердой приверженности развитию дружеских отношений с нашими украинскими братьями, включая содействие в преодолении нынешних трагических страниц своей истории, была изложена предельно четко в обращении президента от 18 марта, президента как главы государства, определяющего в том числе его внешнюю политику. Спасибо Вам еще раз. Спасибо, Сергей Викторович. Будут ли выступать суда кладчики Леонид Эдуардович? Нет, Владимир Николаевич. Микрофон Владимир Николаевич Пригин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемая коллегия. Предлагаемое законопроектом решение не направлено на противопоставление никакому народу. Оно направлено на защиту прав и свобод людей, уважительно к праву каждого народа. Предлагаем проект Федерального Конституционного Закона принять в первом чтении и в целом. Соответствующие документы оформлены. Спасибо. Замечаний нет. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, объявляю час голосования. Ставлен на голосование проект Федерального Закона о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok